что друзья врываюсь врываюсь я к вам сразу же звоню дмитрию и будем мы смотреть игру под номером 2 противостояние orange и liquid вот так подправлю опять твой звучок и поехали orange вообще не изменяют они видимо понимают что ребят мы хорошо играли мы хорошо играли надо просто идти на легкую и вот будет успех там наш товар джаггернаут поет к нам под тавер мы его убьем все отлично рвем пацанов ну и пикует в итоге свой дефолт а ликвиды по моему даже в раздумьях короночка ферс пик разор ну почти ферс пик приехали на т3 нормально грозу рт нога сирена реально они себе не изменяют знаешь как бы стабильность признак качества как говорится но вот какого качества это уже непонятно на самом деле как ты вот так выигрывающие игры минут за 16-17 то некоторые команды уже начинают наш так думать а не забарить нам эту нагу ферс банов там пофиг пусть там берут бэтрайдера виспа но блин чё за фигня нас жарят я не знаю насколько это принцип работает на этом уровне вообще принципе там работает вообще работает потому что когда мы были на втором интернешнл я там смотрел за китайскими командами я вот смотрю на европейских инвокеров какая-то фигня там бегает чё-то кастует смотрю я на я о за лгд на инвокере я такой старю и там свое свое говорю климент за банят и инвокера и все и будет хорошо и в итоге нормально то есть весь турнир был в бане и в итоге у нас лгд хорошо пошло потому что от китайцы когда я на нем играет они бегают и гангуют и уходят от гангов и в и кастуют правильные вообще там наш вот все вот то что я вот так как кпд максимальный до героя сами вот то есть сами там даже если в соло что-то надо сделать и вот тут тоже самое же потихонечку наступает это вот фаза когда люди просто пикует своих героев и начинает ими жарить и уже больше начинается бана не вот таких дефолтных да там а чен сильный герой а там бэтрайдер о висп алхимик а уже начинают банить героев которым просто хорошо играет это как айджи когда в гранд-финале на нас дошли на втором интернешнале против нас просто банили уже и нигма которая там блэкхоллировал антимага которым мы там бегали всех убивали там ликантропа короче чена то есть вообще все что все чем мы играли все забанили вообще в итоге гранд-финал то есть там уже бомбили каких-то наг ферст пиков да забирайте ту нагу кому она нафиг нужна мы типа забаним то чем вы умеете играть и вот потихонечку это нарастает сейчас ты знаешь вот метод рядом на экране есть игра айджи против альянс и угадай два первых пика не подглядывая командой айджи а именно у айджи какие да без понятия вообще да ясно они видимо с артурка вчера нормально поговорили на разные темы артур видимо распылил там какой-то свой вирус я бы угадал два пика у альянса ты знаешь там говори там допустим лон друид и бэтрайдер вот это было бы вообще ну тоже нормально кстати просто бэтрайдер у них раньше вот они как спокойно забирать бэтрайдера ферст пик а потом и лон друида в придачу к нему и каждый раз как комментаторы там да там так параллельный матч альянс с кем-то идет так пик альянсов ага бэтрайдер лон друид все кгвп и ждем следующую игру такая коптер для лоды и тимберсо у айджи да ну айджи кстати уже слава богу они что-то новое начали пикать потому что раньше они как lgd china пикают вот то чем они играли до игнорирую и destroyer of и тринтов и все их просто убивают там одним армором тринта да было было лонгдиди чему он их там тренил то лонгдиди давай козыри свои бомби бомби лонгдиди бомби и тут тоже двурно что-то за герой капец это самый популярный герой сегодняшнего дня на ряду наверное с визажом нужно срочно патч до что нужно срочно отмотать время назад и дать мне возможность поставить компендиуме потому что вот наш еще не дошли до того что дайва будет фирс баном делать а пикает за милую душу все делает хилит там сэйвит инициирует там баны дает дамажит и с руки нормально бьет вообще супер герой да или не выглядит вообще под ноль а всякие кариака ну акаши агрессивные они просто убегают слина с линии обычно против него да ну вот я очень хотел бы посмотреть на квапу на этом турнире я знаю что я уже пару раз брали за сегодня за эту пачку игр которая уже прошла прошло уже не много не мало уже порядка наверное 20 и плюс игр 20 25 даже игру же наверное прошло но вот что-то квапы мало хочется зато много дестройера пока есть дестройер квапа не особо хочет мит эти это факт это факт там будут и нести да и вообще сейчас такие игры вот как ты видишь они проходят очень быстро вообще буквально там за 15-20 минут все решается и квапа она толком даже не может что-то сделать короче по игре вот так потому что обычно носила приобретать там мы или на одиннадцатом когда там дают фул прокаст два скрим и это в сумме там косарь плюс дамага а тут вообще всякие найксы бегают которым пофиг на каши там алхимики бегают там две тысячи хп и все она просто бегает и че мне делать ребят че мне делать это фиг его знает оранг кстати короночку свою забомбили все сэнкинг сэнкинг пошел это все значит да будет весело да то есть такой подумал муж и так ты был нюксом стоял нифига не дел на тебе сэнкинга хоть будешь копать там и танковать нормально какая-то с тебя польза будет на линии потому что нюкс просто стоял и ждал ну и смотря как герокоптера убивает вот так рубик да ликвид опять вот ну пикует то что они пикали до этого свою линию как говорится да но теперь наверно с рубиком получше задумка что вот есть герои которых есть что своровать и он будет так получше себя чувствовать там тот же вакуум тот же стан или ульцин кинга вот все это хорошо заходит под него ну и инициация такая более-менее нормальная единственное лайнинг слабоват начинается посмотрим посмотрим согласятся ли с тобой команда я этим временем стриме покажу какие матчи уже были с игры на какие матчи нам предстоят но не совсем самого начала но тем не менее нажимаю анонс lgd против дк мы с вами же посмотрели orange liquid смотрим впереди дк против mufc и оранж против vp в довершении сегодняшнего дня и там у альянса власт пиком вайпер вот это конечно весело надо все попробовать все что можно как в этот самый как страха не ность в лас-вегасе что ли да скоро даур сделала дойдет рекламу оранжей стон тубан мне так всегда нравится как вот это вот озвучивают по списку команд кто куда едет да мне нравится когда они говорят там разные вещи допустим ты там приходишь саппортом забираешь одного крипа или там добиваешь у своего короче пацана до кэри и мол хочется и так чтобы это было незаметно тут на такой рет на все оу да на и там палево палево и усиляет короче да то что есть эффект твоей команды восприятие твоей команды на украденного крипа оранжи сейчас решили видимо фуриона соломит поставить и активно прессовать какой-то свой легкий лайн чтобы моментально выигрывать следовательно на легкий лайн пойдет что такое очень веселого лейтовая да там антимаги войды ну короче что что угодно но я не думаю что это будет войд потому что войд 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 вообще в целом вот здесь он так на самом деле более-менее пока смотрится учитывая что там один стан на всю команду вот мне кажется что то больше может такое антимага подобное может даже морф да ну короче то что быстро фармит быстро бегает в общем я думаю для тси герои я имею ввиду за этих оранжей вот им у тим луклидов уже по вам все предельно просто там разор соло трипла с тинкером и соло дестройер причем разор очень сильно линии своей выигрывает ну вообще у многих героев он даже полетче того самого дестройера будет и оранжи думают кого кого чего здесь можно взять и зачем вот профета скорее всего понятно что санкинг с лизажем формируют триплу а вот с профетом и еще лондруид это все движение вообще то есть какой-то трилейн будет не дефолтный скорее всего либо с лондруидом трилейн либо даже с дсом но что вряд ли да тут на самом деле очень похоже там какой-то фурион допустим мид лондруид вверх стоит на легкой просто фармит сюда и снизу трипла ну с поддержкой фуриона там более-менее нормально все чувствует вот ну и пока все пахнет именно вот этим да что так и будет но судя по тому что корок на дэвэрере мне кажется трипловый будет вот он здесь и с таким укладом тиси бульба должны делиться участью бульба должен идти в мид на тинкере а тиси должен идти на изи-лайн как обычно они это делают фармить ну вообще поярче было бы если на мид пошел дестройер а вот на допустим там прям соло тинкер и тогда у них получше все выглядит потому что дэстроер на тэпле он на самом деле вообще по-моему ну особо ничего не делает он просто стоит и фармит а в миде он еще и пацану ну в качан бьет нормально там чуан махает крыльями играя на визаже да опять видна такая атака что очень радует от обоих канат хотя не атака просто разведка ну в общем агрессивные действия пока да а вот тот же сану тот вот лайн который вот и был только вместо разора у них тинкер а разор идет фармить тиси так нормальную позицию себе берет чтобы вот тащить если что а оранжи пока просто защищаются санкинг ныкается а мишка разведует ох уж этот мишка да по у тебя там все нормально появляется облачко справа да да все хорошо я так на всякий случай да я контролирую выхожу на новый уровень так и что мы видим мы видим ну да почти вот все правильно они сделали они ставят мишку вниз чтобы хорошо стоять с обсидиан дестройером фуриона на легкую против кого против триплы чтобы он просто потерпел хотя я уверен что он рассчитывал какого-нибудь соло героя тут увидеть и трипла идет наверх с слон друидом вообще очень интересные вещи они делают на самом деле нестандартная самое главное нестандартная а в итоге получается какая-то такая полу терпа трипла слон друидом наверху ну ты знаешь я скажу вот тебе так что вполне вероятно что визаж с ска будет роминг вообще экшен наводить да с большой вероятностью но и ликвиды вот короче бегают 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 и в итоге ликвиды угадали все лайны на мид приходит разор который просто фармит на низу дестройер который будет активно фармить активно будет тэшечку фуриона прожимать прям качественно качественно и сверху будет трипла на триплу но у ликвидов у них так поярче немножко трипла они хотя бы могут убить кого-то оранжи даже убить не могут вот так оранжи вообще сейчас бегают по карте вообще не вдупляет помчу как то они тут вверх то вниз и в итоге бегут на низ прессовать дестройера вот сейчас ну сделают самое правильное движение только фурион уже пушан онлайн и дестройер сейчас уже будет стоять под тавером и фармить а он друид сверху не будет иметь вообще ни хрена и вот эта ситуация что фурион фармит а он друид терпит так себе потому что медведь без айтемов он просто как две груши которые знаешь бьешь там хочешь одну побил хочешь вторую да это классно звучит что я тебе хочу сказать по моему сами себя замудрили оранжи в этой игре да то есть муж и походу вообще решил всю инициативу взять свои руки и прям вот весь весь фарм забрать разор так ну более-менее приятно стоит против дарксира дам он нюкает он нюкает нормально и неплохо и все хоро центре вардец я вижу здесь есть у флаффа куда-то он его там будет лепить кстати да вы рапортается на топ да но он понимает что снизу ему желает нечего а сверху лондруида он с ним хорошо постоит и теперь саппорты команды ой не забросил санкин гаджу да был близок очень он вообще очень хорошо бегает и чувствует где надо ему быть и теперь сверху что мы видим фармить тинкер в лесу или идет на хардлейн просто терпеть робота впускать а сверху лондруида будет очень тяжело потому что эти два саппорта вопрос забирают за комбо первое ну это астрал сетка астрал и убирается нападает на фуриона фурион что-то стоит вообще пота даже по это старается дина и да то есть это что-то неимоверное что там с мужа случилось он просто он просто по-моему хотел добить крипа по тару когда его била героя ну и не ожидал что видимо так много ему дамага вольют эти роботы и теперь санкинг санкинг вот очень хочет быть полезным но но пока у него это едва ли получается да но он конечно да мешает стакать кстати смотри как классно опыт подбросил и крипов и с руки и с руки давай миссию не понимаю зачем забрасывать на забрасывать санкинг на хэграунд но чтобы он потратил подкоп уже хорошо у него это всего можно два подкопа так без подкопа санкинг он вообще просто вот эти груши то есть на ней с ландроидом могут наш это не но это подрабатывать это на стороне там грушами для боксера на рынке да наш топ что наш метод видно просто терпит ну как и ожидалось просто вообще ничего не добивает просто смотрит на фарм-дестройера и радуется его успехом вот ручка уже монета побольше чем хп даже будет дострой кстати классно делает так приводит братву на подмогу чтобы зафармить нейтралов в итоге они фармят крипов нейтралов и еще медведя прогоняют потому что если бы он остался они бы ему сурки напинали подсеткой вот под такой пачкой крипов обратить внимание на то что ds то имеет топовый результат по крипам на карте стоя в медле против в рэнжо разора да и это по моему благодаря тому что он то что он ds он кидает щитки и все да ему ему хорошо вот так и от того что у него крипстат на самом деле ничего особо не меняется только вот нет понятно просто вас мека то если он если он вынесет фаст меку и они резко нападут куда-то это будет здорово а так он пока как ds действуйте фейзы покупать себе разор здесь кстати пятая минута игры практически наступила и видим мы что целых четыре героя попадают пока в стандарт да со своими 26 крипами да да фолт нэн 3 1 1 ну а вот тинкер чё-то чё-то по понятным чё-то причинам этот самый результат не выполняет да он наоборот догоняет даже качественно потому что мишка добил всего два крипа а тинкер уже имеет ну скоро сооринг у него будет и он там того же фориона даже вот с этими шинтами которых стакали он их потихоньку добьет брать внимание на скилл билд бульбы которые ракетки вообще не качал да то есть тоже довольно такое интересное решение потому что многие игроки играют по-разному кто-то наоборот лазер на раскачали для того чтобы нет нет там миссы повесить и убежать от кого-то да а наоборот макс ракеты ну как как макс за приоритетом после марша заметно выход на центр идет очень терпеливо они ждут пока до к себе пропущен но поехали но день и мягко говоря все видно и просто тисе убегает вот но причем посмотри он не спешит убегать да он разводит он разводит рошена позвал вот я не знаю зачем здесь здесь решил уберечь ну наверное чтобы тут побить с руки товарищей он на самом деле не хотел умирать но зачем он развернулся убежать налево когда там был дарксир не понимаю сейчас санкинга здесь могут возникнуть проблемы как и у фуриона на центре который решил просто подойти и в качан получить выживает 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 фуриона туку рака теперь проблемы гонится за ним да ясную что до рассыпается очень дорос у нас каменная статуя но тут ликвид тиси снова снова оказался на медле немного насосал и убежал дарксир просто от счастью он стоит на меде фармит крипов и думаю тут а как мне быть полезным и тут-то на тебя набегает destroyer разор бежит до кати обратно опада это то чем я мечтал да тут надо всегда мне бежать тут на меня бегут слушай но мы с тобой так улыбаемся такое чувство реально что фэнтези поинты тоже нормально возможно иначе так друг на друга играют давай давай ты вот в этой игре ты мне дай а потом я тебе и нормально будем вместе в плюсе слушай это какой-то суровый бизнес по моему да это профессиональный бизнес на самом деле я уверен что многие бизнеса не так и делаются то есть на взаимном на взаимовыгоде с двух сторон смотри да здесь такой приличный приличный спот зафармил при поддержке визажа еще опыт визажа подарил который ему очень нужен и сейчас оранжи более-менее так выравнивают свой лайнинг после начала начал мишка фармить фурион там тоже подфармливает ну и саппорта набирает свой левел уже оба четвертых сапогами мне вот интересно будет ли это фаст мека у дс а с большой вероятностью потому что по сути и больше фармить некому здесь очень интересно снизу стараются загангать фуриона как-то хотят чтобы они точнее мишка как хотят что он сагрессировал на них а он просто стоит и фармит и тинкер мы еще сейчас под тауэр крипов приведет 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 ну что появился мидас там у профета да и опять выход в центр в этот раз они с дарксиром но усовершенствовали свой ганг и даю зацепили разворах сюда портал на сейв но да ладно получается получается же да очень все классно сделал дестройер прям вот прилетел в нужный момент нужное время и прогнали пацанов и зашел с антре вардец здесь поставили еще об смарт сбивают вражески до флуф вообще не прощает в этой игре никого с одним сапогом все это время пока происходит экшен но единство то что они это в 4 все делали все это время пока снизу фармит лондруид и фурион в лесу то есть в целом по голде оранжи так начинает чуть-чуть возвращать ну и по экспе преимущество что какое-то время ликвид ну прилично вели с отрывом в полторы тысячи куху понял в какой форме ему нужно быть чтобы у него все хорошо начинал в спортзал слегка подкачался такой качок качок и ты вот скажи мне скажи мне пожалуйста перебиваю там точно помни была раньше фишка что в момент трансформа какой-то дамага абсорбился по медведю если сейчас что-либо подобное да если в теалете нюк какой-нибудь пол цена и ты в момент прилета нажимаешь форму и начинаешь перерождать перерождаться момент столкновения ты выйдешь также по идее можно и вводить и сетку наги и там но все остальные точечные спилы которые кастуют сверху санкин кстати смотри как заныкался прям вот максимально сейфа вообще все делает понимаешь что его там какой-то дестрой может просто уже убивать ну с руки там и с ульты ну и стоит просто получает экспу да что которая экспатами принципе важно но что касается девурура на которого я тоже вот взглянул баклер у него уже есть тоже сейчас я принесет и аура будет прокать просто на ура когда тести транквилы и баклер это еще по кому-то там бросаешь собственно говоря астрал да но пока он стоит один ему особо его бросать не в кого поэтому я бы наверно даже там арбузную единичку бы замаксил потому что один хрен он вторую не юзает и третью не юзает а в драке ему ну если он пролетит в драку ему первая очень хорошая дпс прибавит ну в целом на замес это да снизу идет уж такой легкий и легкий пуш на минус тавар опа зацепили мишку это пау делает куху понимает он что лучше отсюда ориентироваться да мы просто прогнали пацана с другой стороны сверху достроя просто кинул в астрал санкинга смотри зацепили корака копают корака здесь корак пытается сделать все возможно невозможно астрал 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 но сам себя он сейчас похоронил так непонятно еще много много чего сделали здесь перед смертью ребята казалось мне какой-то момент что сейчас вот там вторую марш загрызет санкинга но нет данки 0 2 было проще санкинга кинуть и спокойно уйти ну или хотя бы под тавр чтобы там кого-то убить а так он смотри решили у медведя высосать разор прогрессирует с каждым разом он знает у кого отсасывать дамаг очень качественно 126 подарили такого разор лучше сейчас не встречать на своем пути и он что-то бегает ищет руну вот как думаешь удача ли в лети си думаю нет ну пока не особо да он вообще то есть как-то пока просто бегает по карте и гангает но кого-то загангаешь вдруг когда тебя просто тп аут делают перед твоими глазами то есть тебе да да без без какого-то дизайбла на халпе у разора да то есть без рубика и наги ну конечно лучше рубик и нага вместе вот тогда вы можете кого-то убивать а так он побегал побегал и все и вернулся к своим истокам туда где он и был ты кстати был прав говорила тоннгфу скорее всего выступят теми парнями кто сможет установить вп именно так и произошло но здесь на топе драка корак рассыпается да ну здесь кстати орендж все отлично делают они пришли один раз напали видели что не было варда напали еще и дальше икс майк тоже отъезжает ну посмотри оренджи даже в плюс идут у нас да не на самом деле очень сильно отрывается потому что ликвид они ничего не делают кроме как ищут экспу на карте а оранжи мало того что находит экспу убийствами они еще и тауры забирают и фармит то есть инкинг буквально три минуты назад был четвертого тире пятого лэл убив два раза да все он уже самостоятельный гражданин он теперь может делать все сам получил паспорт за пару замесов да теперь если что он везде пройдет фейс-контроль и уйдет но главное дресс-код то тоже вариант и того оранжи теперь уже оранжи так начали активно прессовать кстати мне к тебе вопрос вот так же как и вся делегация 6 числа направляешься светл верно да а через что-то летишь лечу не знаю через что-то я там лечу наверняка я вас там увижу потому что рейс у нас по идее один ну все оранжи схватили свою волну нашли дестройера который любит как вот и в игре против виртус про или там против кого-то также фармить вот ну там где нет вардов таки просто приходит убивают и теперь оранжи просто фармят всю карту так себе вверх фурион лес снизу лон друид и в центре еще визаж с инкингом и там если что где-то постакают смайлуха тут пишет твит могли но не смогли да у них там с этих там жесткие игры были то есть там реально была война вот так скажем вертус про и танку ликвиды принимают единственное что такое что они сейчас могут да но это мягко говоря это просто хоразда под маршем и под нагой то есть пришли товар размере если на вас напали можно заливаться до сон до податься если что мы убежим рубик украл под копцем кинга да это кстати много но пока они вот в пятером еле-еле убивает tower в миде снизу фурион и лон друид разносят им tower и они пойдут на следующий скорее всего если вдруг попытаются идти дальше ликвиды да и в итоге размен вообще в пользу оранжей по итогу вот так вот при том как-то они все бегают без тп что очень удивительно для ликвидов просто тп есть по моему только у destroyer ну короче у саппорта в тп нет и просто наглеют оранжи но это глупости как по мне саппорта должен быть тп пока саппорты в лесу нашли и похоронили разор пока саппорты бежали и они это видели под вардом который поставили в их нем лесу да что саппорты вниз побежали просто подошли забежали в лес и а вдруг там кто-то будет а там тс фармит не ожидал видимо такой наглости и теперь с каждой минуты все веселее становится ситуация для ликвид потому что драться им по сути уже нечем ну не особо да все тонкое все дохлое мейки нет там все вообще рушится наверно там за ульт фуриона плюс вакуум плюс там под коп сын кинга и там очень тяжело кого-то убить при этом то есть то что надо бить с руки а оранжа таких кто бьет с руки вообще разносит сразу на ура просто да он просто он убегает сотряслип сирена причем x mike давал его заранее до телепорта и сейчас что-то будет делать парни здесь разор ультует сюда в момент рассыпается у нас буйствующий дарксир где-то там ландроид спиливает аль и пытается муж и обмануть судьбу убежать но это ему не удается посмотри как флав очень четко спрятался за деревом сразу же после ульты профета чтобы не было вижна там на трупике в целом смотри более менее они были в считаю вдвоем их убили при этом они там еще такие коцаны возвращаются с драки то есть и и там еще тот мишка же он до сих пор фармит и вообще ну сейчас оранжи поняли что ликвиды умеют так делать это тпш цена гайна тп сосном и теперь они будут поосторожнее так вот это врана сигать все ликвиды разок их научили тем временем по хэштегу то едва выкладывают фотки бинарой как большая классная аудитория тебе понравилось прошлом году там естественно там офигенно особенно кухня кухня была божественно правда под последний день меня выгнали с нее типа мол нельзя ворвался поготове я там да я там ну да себе там минут но там было классно там было все так это хорошо когда есть 76 друзьям 18 минут игры идет я наверно голду вам покажу плюс 7000 по голде у нас у оранжей и по xp плюс 4 да идет атака на санкинга санкинг верит что он неуязвим что он успеет подкопать он успел подкопать и убежал да ну вот что значит песок там же хайд тайм да да и он кастуется мгновенно вот во время того как ты выходишь за справа прилетает сюда в очередной раз тикер причем посмотри даггер себя покупает бульба такой привычный пабный даггер для того чтобы только портнулся сразу же куда-то там даггерога сделал откуда-то марж запустил перезарядился еще разочек куда-то там даггерог да и таких тинкеров на самом деле очень не любят потому что они не сражаются просто свою свои бяки пускают и убегают и так короче там 50 минут а потом ты смотришь и уже крипы тебе т3 грызут ну да и так всю игру с ликвиды они даже несмотря на то что в начале их подпрессовали ну и вообще что сейчас преимущество они очень четкую оборону держат понимая что если они выйдут в глубочайший лейт с разором нагой да как бы это смешно не звучало который сейчас бегает с сапогом и стиком да нагой и всем то они этих оранжи нагнут ну посмотрим посмотрим то что я не верю что x-mike может выйти в глубокий лейт ну все возможно поверь x-mike не надо верить так фурион пока что-то вообще не особо бомбил он вообще спидпушить что-то он просто фармит свои леса и оставляет спидпуш там лондруду дарксиру ну и вообще всем героям а сам ребята я в лесок пойду пофармлю почему бы и нет да гпм гпм набираю даксир понимает что сейчас самая уязвимая точка в центре ну видишь там большинство он просто идет там кидать щиты на мишку на себя и дефить и ликвиды что-то просто трутируться в центре и бегают короче вот вот так вот они бегают вот так по кругу по заколдованному что-то охраняют территорию занятный факт ликвиды ничего ни одного того они забрали на карте да потому что по сути им забирать ты нечем то есть у них нету того что заберет товар оранжи из птицы да и и про есть да у них есть ну и крипов они там быстро разносит если что оранжей у ликвидов у них просто нюки и все что сражается но как видно оранжи умеет убегать от сражения избегать за что им респект и как-то так так себе чувствовать себя он бегать с этими барабанами по моему уже 10 минут или там 5 и вообще ничего не имеет ну или строя только мекку забрал помогает фармить на топе разор вы сейчас ну и что смелые действия турэнджи решили прогуляться они к т2 товару ликвидов на миде и возможно же похорастить его немножко погрыз его медведь кстати лондруид портается сразу же дефит т1 товар на топе свой сейчас фарма лондруиды пойдет несомненно благодаря мэл строму который у него появился да и попытаться попадаться на пути у такого лондруида также не хотелось бы потому что санкинг санкинг трусят врывается в центр палит бульба просто моментально вот скорее даже он просто случайно нашел блин сейчас конечно дела пойдут надо занимать позицию надо что-то делать ведь так сиро ведь так сиро то всего почти до всего или смотри вот мы ржали ржали то с этой сирены и ликвидов но вот они реально гнут свою линию реально сирена решать некоторые вопрос да ну они обычно так и используют как севера вот но в целом игра такая получается немножко пассивная с их стороны потому что они ждут пока на них нападут и но такие не совсем до адекватной атаки когда санкинг прыгает и даже не цепляет эпицентром и тингер летает это вот все таки пока больше заслуга оранжи что их так сирена нагибает мишка находит сирену мишка вообще находит всех и начинает как спортсмен бежать ну непонятно кто как фильме роки как фильме роки да начинает стена мишка грызи мишка давай тп аут это было бы сильно круто да да я с тем временем где-то надо был дабл дэмэдж руну на базе на просто завязывался не из бутылки прошло да и короче начинается дефолтная игра торин же они начинают бегать непонятно где там непонятно почему по одному непонятно почему вообще был дэйс один бегает да когда вот тут вот когда на драка была вот в этой точке и просто видит ну зато фурион чувствуется отлично фурион как фармил свои леса так он их и фармит он вообще оттуда не выходит вот тебе богу мужа зачем ты себе взял фуриона если ты вот это делаешь то есть зато хикса у него будет буквально через там пару да да это хорошо но я в том плане то что он очень сельфово играет то есть вот место в которое бегает лон друид в этом месте нужно быть фуриону и пушить там пеньками ультой все равно атак типа если фурион оттуда может улететь любой момент то медведь хрен оттуда улетит его просто поймает и нагнут в итоге фурион пошел фармить дальше эту точку бьем бьем набиваем набиваем снизу опасно и ликвиды вот на такой волне спокойно ждут пока ну ловела и фарм придут потихонечку продвигается до авару нижнему понемножку до напал на разора уши увидел 2 тп и убежал и передумал нападать но эти классно развел как агрессивно на 100 3 что делать как агрессивно играет даггер кстати у рубика я чё-то проспал такое самое интересное не пытается никакой бкб корок у нас собирать и не поплатится ли он за это мека есть став визор дри это скорее всего именно на форо став ну вот бкб где пока ему нужно хоть какой-то дэмэдж потому что дэмэджа у них вообще нет у уколов они еле-еле убивают медведя как ты видел вчетвером а если оранжи наконец соберутся и пойдут напали на медведя дали ему сетку фу прокаст и на его вали передумали передумали да правильно сделали то есть они даже как видишь медведя не могут толком зафокусить что-то где-то уже должно быть у медведя но должно было появиться потому что он сколько фармит уже смыл штромом да фурен фурен своем стиле так я вот дошел до этой точки все дальше опасно я пойду вот сюда уши давай не он что-то мается туда-сюда 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 бегает лево вправо лево вправо снизу тем временем нападает на флаф инстафа флав агрессировал причем очень сильно агрессировал икс майк да икс майк решил просто помочь юзает ульт причем красиво его добивает в этот последним хитом лондруид и ликвиды по моему просто не выдержали пошли в атаку не хватило терпения вот это вот азиатского терпения на которое нужно по текущей игре ликвидом потому что рубик просто хотел ну пофармить до экспу там кинуть нюка его в итоге скараули все это время там все эти полторы минуты ну и теперь немножко да сдали позиции у нас все очень хорошо у оранжей и до того что творог все меньше и меньше у ликвидов а пространство все больше и больше оранжей теперь сын кинг уже может прыгать из огромного количества точек и если он прыгнет в пятерых он реально там половину почти сам убьет вот смай заныкался старается но да единственного его робота цепляет но сейчас обратно обратно вернется на точку такая короночка этого игрока он очень часто бы у аразора и хекс удс да ну общую картину все равно не меняет он как бегал просто фармит так он убегает дальше как фармит в такие моменты ты вспоминаешь джакалокоптера когда вот он тоже просто бегает не сражается и он фармит вот то что фармит помогает форме так виллу и барабаны и стики что быстрее фармить потому что до один хрен ничего не происходит ага тем временем выходит в лейт потихонечку уже есть арканы нормально так рубик что-то хочет дальше все очень сильно нафармить он активно идет просто по линии вместо destroyer и пушит ее на говорит и его встречает фурион при всем этом я не могу реально придумать какой-то такого айтема рубику да 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 но фурион очень нагло тпшится видит перед собой рубика вообще игнорирует это пролетает у меня пролетает destroyer да и он пролетел он не зацепил для минус 10 10 отъезжает стену поставил ds ну реально у мужа своя атмосфера на топе он такое невменяемое создал но на самом деле с его пацанами которые в это время прессовали в центр все хорошо получилось но он там перебаковал это очень жестко пока очень окупает себя playstyle оранжей которые агре где-то вдали от себя трех героев да а в это время медведь подходит и просто на ногу те товар забирает то есть на самом деле размены происходит один в один при этом забирает tower и это замечательно для оранжей медведь он себя во всей красе показывает теперь ныкаются единственное нет центре могли бы поставить чтобы проверить и ждут ждут пока выйдут а флав усиленно фармил на magic wand нормально все теперь можно идти там кого-то гангать дарксиры тем временем кекс уже такой серьезный дарксир выходит там еще пару айтемов соберет и он этим разором и деструйером в соло будет рассказывать куда идти что делать да и они походу дождались нет да дождались видит нога видит майка но майк он кстати опытный он дальше вот этой черты вообще не заходит у него просто вообще в тот неловкий момент когда его гангает вот значит как в первой доте было у темпларки да не темпларки блин у марты у него аура пропадала вот у x майка начинают вибрировать усы он чувствует когда кто-то рядом к нему приближается да теперь оранжи я верю что они соберутся и пойдут хоть куда-то вместе потому что преимущество уже огромное 10к золото и еще 5к экспы и это при том что они еще бегают в вражеском лесу так бодренько и там все фармит завардить рошана и убить его было бы вообще идеально я вот смотрю на визажа понимаю что у есть форста в геймсапок очень неплохо для суппорт визажа и смертей не так много всего лишь одна но почему не покупать ничего нас в 1700 ему нужно уплотняться дабы не быть фрифрагом до чтобы переживать про кастом всяких тинкеров и прочее какой-нибудь пт на стрэндж какой-нибудь там планс волкер к лог и поехали конечно это сильно идеально я разложил зато хорошо снизу медведь след пушит муши играет такого короче фуриона как это называется фурион убийца ты фармишь свой лес спокойно ничего не спит пушишь но получаешь быстрый хекс и потом ты просто врываешься и кого-то нагинаешь срочно изолятор делает он кстати да ну будет дальше вот там куда-то пешится в лесу там и выходить из леса с хексом и нагинать пацанов такой такой плейстайл у него но поглядим как это получится у муши тем тем лебоком который мы думаем но самое время по моему забирать рошан парням из orange до флав те временем просто соло забирает верхний товар просто тинкер сзади очкует и флав такой просто стычки на тебе на и да да и такие ребята из оранжей бежать все убегаем пацаны все нога идет с сапогом нет и ушли в итоге пареньки это пацаны у которых преимущество 10 тысяч когда у них будет преимущество 20 тысяч они также будут убегать если кто-то будет набегать на них тинкер тем времени становится все жестче с хексой он уже очень самостоятельный с любым почти плюс один он там будет за прокаст плюс там пару тычек любого пацана гибать если прокаста реарм и еще один прокаст еще один хекс будет нагибать он конечно ну плотно если он так еще вот так продолжится игра он уже будет фуренова один на один на самом деле убивать если ладно бкб покупает профит вместо изолятора представь какая он терпила да вот этот муж и просто как он хочет жить и star points себе набить да потому что какая ситуация у тебя танкует такси р посмотри на поле находит флава да и врывается тот самый тинкер подходит подходит разор бкб бкб второе я не знаю куда в эти гонки лезет муж и кого он там с руки хексом лупить собрался вот это вот загадка для меня вот это бкб да козырная которая вот он это так рьяно делал будто у него помимо бкб есть еще дизоляторы мкб да и в итоге оранжи сделают все настолько прекрасно вообще в этой драке вот что ликвид по усами от себя не ожидаю что можно вот так вот их просто чтобы в текущей ситуации можно подраться именно вот когда просто полетает фурион который фармил 30 минут включает бкб и на грязь их притык ближний бой просто да иногда включает сон и просто убивает этого фуриона оранжи пликвиты по моему сами так и сами вообще не ожидали такой штуки и теперь у них намечается кунбэк там здесь и сейчас так чувствую команду который муша там но этот вот старос старос матч да шоу матч команда смуша будет очень рада так все старался вытянуть но чуть-чуть ему не хватило плав 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 ищет плав охотится плав нашел свою цель и посмотри какой резкий врыв от корака есть у него я здесь нарезают здесь парня сирену сирена нет у него слипа влетает сразу же хикса по тс и что тс отъезжает смотри оранжи-то подсобрали сейчас корака тоже пробьют 2 раны да да он же на самом деле это особо ничего не сделали просто бежали на рошана тут бац умирают рубик и бац еще прилетает три пацана на тебя и у них 4 на 4 даже так 5 на 3 принимаете слушай это мне по-моему небольшая встряска уранжи нужна была чтобы они расчехлились вот сейчас так подрались до чтобы муж и понял что вообще как как на ги сирена работает да там или или знаешь типа там ну вот как бы у всех топ игроков ну ты сам прекрасно знаешь что никто не считает там никакие там цифры спелло все просто же настолько наигранно ты понимаешь приблизительно подсознательно вот после прокаста ты выживешь или нет и вот муж и наверное что-то такое нетипичное то есть у нас прожму бы кого пойду там попробую как это на профете с бкб да и в итоге оранжи пожалуйста купите смог нажмите его найдите кого кого угодно где угодно убейте и снесите мид потому что преимущество все свои оранж все по сути вернули 10 тысячи плюс еще 7 6500 экспы да и у них по сути то уже есть такие все необходимые этому там мишковский раз и который почти дофармил визаж который сейчас помните все просто аганим купит вообще одним сходом так без аганима тут с аганимом смотри базил у него чужой человека который аегис подбирал все правильно сделал он хранил его 500 голды между прочим как никак ну естественно но как бы давай так посмотрим правде в глаза и определимся что базил это 250 голды это если ты ее продаешь а если ты носишь то это официально я понимаю на это 500 голды на закупе а на продаже бы уж на просто степана валялся никто не продал на самом деле нет нет просто чувствует себя чак норрисом даже не чак норрисом а рэмбо он запрыгнул сбить вар до 11 просто гуляет по вражеской территории знаешь как как лучших американских боевиках и и не боится стоит и дальше ждет там ну в общем то правильно но но слегка ну короче опять мув который вряд ли окупился бы в любом случае да и он на самом деле как я понял ждет здесь засаду он ждет пока наверх подает кто-то но зная американских тинкеров они вот отсюда пускают марч и пусть даже почти ни одного крипа не убивают крипы сами убивают этих крипов он дальше стоит и ждет она по-прежнему там ну вот сейчас накаркал я и он ушел конечно выглядело это чрезвычайно забавно кстати товарищ бульба то продолжает развлекать все лайны с кучей до героев думаю что следующий а этом который приобретет себе бульба будет 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 не знаю если смысл покупать шиву тинкеру вообще есть да она дает вот все что надо если ты хорошо микришь и запрыгиваешь замес быстро делаешь реарм дает пиши его ты также из этого замеса быстро выпрыгиваешь при этом даешь шивой в толпу но это такой знаешь умер хай скилл комбинация на самом деле многие там любят что-то попроще там как кочу какой-нибудь там догон и просто издалека стреляет пятым догоном и нормально у тебя будет там еще и терял я вот смотрю сэнш появляется у разора и этот самый сэнш предвещает нам алибарду хотя я ставлю на сэнж яшу думаешь сэнж яшу а вот особо нечего алибардить на самом деле только разве что медведи кто там их двое то есть они бьют почти ровно и фурион который если плетает он обычно плетает с хекса и стоит еще хрен знает где поэтому ему тут нужно ну салибардить это это огромный успех для него но может быть он такой жесткий себя считает будь бы тем временем купил госта в сразу намек на зерл блейд и на тинкера который будет убивать всех за комбу догон плюс азерл ну да 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 там на самом деле очень и очень больно когда 5 догон этериал еще если есть мана это все еще можно перезарядить там в принципе в чистом поле с маной у тинкера очень много кто поляже да а у дустроера дела на самом деле так все идут он просто бегает что тут криповсиков подбил тут прикосиков криповсиков подбил его не бкб и не хекса да и уже вот с каждым разом его ульта она вообще уже нифига не стоит за месси потому что там у всех есть много интеллекта и так далее санкинг ищет на эншентах кого-то уже хоть как-то они хотят хоть кого-то принять потому что видимо их уже это слегка харит самих блин ребят мы играем 15 минут у нас почти фрагов нет вообще в игре что за фигня ну твоя ставочка не сыграла это алибарда на разорит да видимо он будет надо будет следить за ним как он эту алибарду будет юзать потому что же интересно что он будет делать на визажа бросать или на дс а может быть он будет разорождать качественно санкинг таксир бежит таксир бежит санкинг застанил и все и все качественно ушли дела дела ну реально обе команды уже думают что делает дальше муж по моему знаешь что делать дальше он это делает может 38 минут до бездумно бездумно 280 крипов у муши и 4 400 голды при всем этом он реально может свечи скупить уже как дизолятор так и дэйдалус но не покупает потому что 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 нужен байбэк если убивают идешь байбэк фармишь дальше да на самом деле это кстати очень такой правильный выбором то есть максимально сейчас все отдает замес и по в итоге оранжи то на самом деле преимущество свое набирает потому что у ликвидов фармит как правило только один тикер ну адекватно и что-то там вот остальные по капельке забирают а оранжи фармят почти все там лондруи там санкинг то есть как ты видишь они уже вон там визаж бегает с пайпом просто все места ганима пайп купил и фурион фурион хочет напасть наверх тпшится видит нагу дает ничего не дает санкинг капает стоера просто мастер-класс от камень рубик так просто нормально прыгает назад с майку сбили все и ксмайк помирает здесь очень классно все сделал визаж да и флаф убегает плав беги братиш нет жалов не флав не убегает по итогу в ситуации когда сирена дала слип и можно было просто делая все аккуратней втроем засейвится как бы ушел только один да причем флав его не смутило то что сзади пришел санкинг да там он тоже решил пойти назад ну и в итоге сзади его примли а муж и короче ты пнулся такой бежит хекси дестройера ногу вообще игнорирует вот есть на гон вообще ничего не сделает просто волосон а он уже настолько расфарм на что по моему это ногу просто за хекс убьет и не будет никаких слипов ничего и в итоге панк бьют и дестройера и ногу и вообще все то что ты строй на самом деле уже такой ватный его санкинг по моему соло спро каст растусят там останется просто какой-нибудь плевок визажа сделать ну и ликвиды все ликвиды сидят сидят и ждут до понимают они что оранжи их не хотят отпускать и сами к ним скорее всего придут в ближайшее же время да он же просто вообще он же все хорошо пока есть этот фурен с байбеком который в любой момент ты пешница да подамажит а потом вернется у ликвидом очень ссыкотно вообще что-либо делать потому что фурен уже очень больно бьет уже почти 300 дамага с манкикин бар чё сказать он по моему фурен вот этого разора он просто за хекс ну почти за хекс уничтожит вот он его там так разомнет что ай-яй-яй будет у разора ай-яй-яюшки и ликвиды терпит дальше что самое интересное смотри кто так здесь кого-то ищет непонятно кто именно бульба санкинга или наоборот нет 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 ищет то есть бульбу он просто ждет ну он решил подойти поближе чтобы прыгнуть в бульбу когда он будет где-то вот здесь кастовать и убить потому что он по сути это может лететь курицы на эту приносит варды он ставит вард очень классный но это видела нага и такой пацаны он здесь и такой беспалево да и беспалево так умирает и санкинг понял все пора бежать и нагается куда-то там не непонятно вообще буквально на 40 пикселей копнулся и делает и паут она очень хорошая кстати мух хотел сделать то но то что нагресс оказалось это так случайность для него неожиданная медведь очень скоро по моему просто уже будет паковать вот нос его медведи запакует а потом еще и себя запакует на следующий там слоты и будет над слотов он друид там раздавать я вижу джавели на это понятное дело на башера да но я бы на самом деле мкб собрал против тинкера который лазер будет лазером по моему в этого медведя всегда тыкать так как фурион бкб то самое бкб да на котором мы смеялись и тыкать да лазер можно только в мишку все все остальное оно не то а за эти три секунды там мишка на рутит и набьет ну на рутит непонятно за три секунды но набьет уж точно рут это как проплет да сын кинг все еще в поисках этого тинкера вот он ищет его ищет ищет потому что если он его найдет они у с фурионом сразу жахнут но бульба он еще тот же он просто миллион точек делать просто взять и по сплит пушить вот такой тип типичный тингер и бульба я желаю тебе чтоб вот ты играл с такими как и ты чтоб вышли там а об но это армм и чтобы у вас было 10 тинкеров и вот все так играли вот и нормально будет вам интересно я уверен бесконечный сплит пуш будете друг друга устраивать оранжа дождались рошана медведь уже запакован так по самое я не балуй да ну вот осталось паковать самого героя лучше лучше уже просто думать на чем еще собирать блин у меня уже четыре слота сейчас будет пятый там на самом деле можно и манту и бкб и чё хочешь да да вообще бкб да и этот дизолятор на самом деле уже пакуется до такой кондиции что когда-то он будет просто пешится в наглую в драку рубать причем включенном бкб и просто наверно будет за свое 10 секундное бкб убивать там наверно троих причем можно даже во сне наги прыгать пошел в рим на мидл да муши проблемы здесь и пока муши никого не убивает муши красава ну ничего байбек есть как говорят все нормально у меня есть байбек говорят так очень многие игроки за фурионов все нормально ребят я их на ману развел да их развел на смог еще вот так хотя там не было смока и муши же самое интересное он не выкупается вот сейчас шанс просто пойти и убить ликвидов резко набежать делать что у тебя нету тоже то они это и делать делать вид что у тебя нету куда ну что это байбека фуриона они бегут быстрее быстрее хлопцы-хлопцы давайте пора делать до до байбек а его это мурера и драка куча бкб замес проблемы у кора корак проседает корак сам себя прячет в астрал всем до сих пор живы моя коронная фраза и капец вот он первый фраг слав отъезжает попался короче destroyer будет главное бежать причем срочно ds отъезжает 2 в 1 подрались оранжи в плюсе вот муши может отъехать еще раз если вот догонят как же все классно делают торрент как же все как как же все классно делают все просто просто тинкер красавчик выживает просто на том хп ой 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 искали 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 он в итоге сделал blink dagger и ликвиды потихоньку делают кумбэк потихонечку потому что на самом деле драка просто все бегают и бьют всех то есть вообще никакого фокуса нет просто там наш как каждый взял себе своего и давай один на один дуэль сэр потому что разор всю драку разор которого нужно попустить первым убивать да потому что он офигенный дамаг сосет дамаг его вообще никто не трогал он всю драку просто стоял и бил бил этого медведя и он друида и вообще хоть бы хоть кто-то на него посмотрел нет все все там бегали там за ногами за руку на него посмотрят когда аганим будет у разорой когда он будет поливать да кстати вот это вот вот это вот тинкер он уже начинают очень сильно лейсировать потому что вот когда таких марч летает 3-4 в замесе это вообще не заходить даже да там все улетает на раз-два ученые врыв да очень классно тисе прожимает птп и друг мой и но нет он остается добивает барак и теперь идет атака все видишь уже на атаковался скинг тоже просто салик чай все делают очень замечательно допустим раз носят мидал по мимо мидла а по мимо медла и мидла можно вернуться домой полечиться про она а как все делает оранж и замечательно просто напал один а по второй утром птп с интервала напал первый даже первый пошел умер так второй пошел так как по одному вот так вот цвета лари от он learn to pass over готов готов пошел готов 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 да в итоге муж и вот что он его голове интересно друг мой у него в голове money, 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 знаешь песня. Да, тоже десяточка, да? Десяточку надо заработать. Фэнтези поинтс, фадаты и все дела. Да, но пока он на самом деле так себя ведет. То есть фэнтези пояс, как это интересно бы не звучало, набирает визаж. Это при том, что он по сути, знаешь, он умирает в каждой драке, все, делает пиццу за него. То есть лучший герой для фэнтези поинтс. Там тем временем параллельно продолжается эпичная битва IG против Альянс, но у нас не менее эпичная битва со счетом 20-20 на 48 минуте. Да, уверенно идут ликвид к победе, потому что все, дамаг есть, айтемы есть, дестройер уже запакован, ай-ай-ай, четыре слота, даже пять, и вперед. Просто видишь медведя, хиксируй, убивай, видишь любого героя, хиксируй, убивай. Ну а муж и стык кушит дальше. Красное, бей. Да. Теперь на самом деле Оранж Дилемма, как вообще в такое можно синициировать, да? Когда ты даже если синицируешь, ой-ой-ой, ТС просто брутального мужчину себя показал. Прям БКБ в медведя там сосал, и нормально. На самом деле он, видимо, знал. Ой, хороший подкоп. Блинкается нет, реагирует. Хороший подкоп, Икс Майк успевает или не успевает? Не успевает, Икс Майк. Ультанул сейчас сюда, посмотри, разорвал просто на части Корок дал сюда ульту. Бикидсик у нас Корок, но перевернули, перевернули из ликвидов. И шикарно вообще залетает Санкинг, просто ульту по всем, по всем заряжает. Смотри, как разобрали оранжи оппонентов своих и засейвили. Засейвили они ботом лейн, куча байбеков. Да, очень качественно на самом деле все сделал Фурион и Санкинг. Фурион просто влетел, да, и делал то, что надо делать. Он просто бил всю драку, а Санкинг просто всех ультом накрыл. Классно, сейчас успел сделать дагераут. У нас кто-то там не дал подкопать себя Санкингу прям в момент уже, когда СК копал. Да, и Фурион уже на самом деле очень серьезную заявочку сделает. Он наконец решил что-то купить, да, на свои там сколько-то 4 куска. И теперь Кристаллис Доминатор. Теперь просто лететь на любую линию и месить. Там любого за хекс очень больно будет бить. Но Разор, нафармив себе, ого, 2700 хп. А Разор разит просто изо всех сил. Да, он просто по идее будет нейтрализировать Фуриона. Если хоть раз он его зацепит, статет линком. После нейтрализации, да, там, ну дать какую-нибудь Алибарду, чтобы он не бил. И после Алибарды все, Фурион будет без дамага. Кстати, Нетворд самый большой именно у Профета. Ну, само собой, Муши, все дела. Я топовый керри, нужно фармить. Нужно вынести больше айтемов. Нужно дамажить. Нужно... Нужно больше золота, как говорили о Данге. Да, или нужно построить зигурат, да? Тоже нормально. Ну, в общем, все толстые. Теперь фактически все драки. Зависит от того, как Дарксир с Ингинг, ну, как вообще вот кидают свои касты. Комба, да, как комба будет работать. Потому что дамагеры уже особо ничего не делают вот в этих играх. Они просто бьют рэдкликом. А вот кастеры очень много пользы за месси приносят одним своим кастом. Та же стенка, если ее положить на Аразора, Дестроера, там, и всю эту ботву, она там... Ну, Дарксир дамага больше фурион, скорее всего, сделает. Вот под всем этим. Ликвиды понимают, что вот что-то идет. Нужно идти до конца, если уж так пошло. Там нету байбеков. Голда в ноль. Представляешь? 50 минут, голда в ноль. Пошла у нас драка. Копает Санкинг. Иксмайк мертв. Смайк санкинговал 2 стенки. Проблематизм БКБ минус ДС. Да. Медведь просто бегает, на всех них смотрит. Пурион нарезает. А что это классный подкоп? Пурион просто нарезает. Райт кликом. Убивает. Убивает ТС. Выходит... Теперь... Теперь непонятно, кто кого еще убивает. Ну и решил ультануть на обращение Корак. И куча минусов. Куча байбеков. Ульба выжил. И Барак пить некому. И такой флав. Ну Барак, давай. Давай. Да, и в итоге понимает, что он Барак не убьет. И... Ну же, братишка, давай. Еще тычку. Ну, тычкуй. Еще, еще, еще. Самое интересное, байбек есть только у Рубика. Все. И в итоге тут просто ликвиды подсадки замиклили. Если бы они просто били этот Барак, они бы его просто убили. А так они нафидели всей командой причем. Просто я не знаю, сколько у нас. У нас 9 человек единовременно мертвых сейчас было. Или сколько? Или 8. 8. Это какое-то неимоверное мясо. Команды решили просто не выигрывать. Или знаешь, там матч, как был Маус против Фнатик. 96 минут. Вот просто эти ребята смотрят. На них с высока и смеются. Эти парни на рекорд идут потихонечку. Интересно, муж убежит, да? Он все. Нага, все. Все, Нага, я не иду. Я не иду. Я в 6 лотов. У Наги, у Наги есть форстап. Все, мне пиздец. Спросите за мат. Но сплитпушить я не пойду вообще ни в какую. При том, что у меня даже БКБ есть. И он эту Нагу там расщипит за хекс. И дальше лесочки свои фармить. Нормально, пацан. Интересно, что ж ты будешь дальше делать, брат, когда ты 6 лотов соберешь? Интересно, что ты будешь курить с огоном тарить там? Я только сейчас обратил внимание, что у нас Нага с форстапом просто, понимаешь? Чтобы заезжать. Да, или чтобы там кого-то, допустим, спасать от подкопа Санкинга. Он там прыгает, копает, а ты пацана вот так сэвишь с форстапом. Мне тоже хорошо. Самый эпичный момент, который я когда-либо видел с Санкингом, был у нас на Старладере, еще в топ-момент попали. Зет Рэйдж против Маузоу, кажется, когда Санкинг влетает, раскастовывать ульт. Вот сюда вот. Не знаю, видишь ты на карте или нет? Видишь, я рисую. Да, я вижу, вижу. И Магнус с Кьювером выталкивает его вниз, а сам остается сверху. Да. И Санкинг трясет внизу, никого. Да, Лолик тогда, конечно, забожил. Как царь. Ну, я думаю, он не осознанно это сделал, скорее всего. Зато как круто. На самом деле, очень много крутых мув, которые люди видят в мувиках, там очень многое вообще сделано неосознанно. Да, рандом. Да, то есть просто парень вот жал кнопочки и получилось вот так вот круто. Да, еще там рассказывать, вот он мега там, такой просто убийца, все дела. Но на самом деле пацану просто повезло во многих моментах. Ну что, Рошан через 20 секунд у нас уже появится. И это такой оплот драк очередной для обеих команд. Опять они там сейчас будут меситься просто до минус девяти. Я уже забил на все, уже показываю просто состояние бэйбэка людям. Да. Ликвид понимает, что очень сейчас вот, ну, очень хорошо Оранжем сражаться в узком пространстве. Они ищут себе пространство побольше для того, чтобы находить пацанов и вот, ну, раскачивать их в разные стороны. И была атака в смаке с очень хорошей позицией, которую они до сих пор держат, в которой вот в целом вот Оранжи, ну, лучше всего и принимать, то есть где-то вот в этом квадратике, в этой территории. Ну и в итоге Оранжи потихоньку отвоевывают территорию, чтобы вообще никто не мог зайти в спину там и сбить тот же блинкдаггер Сенкингу. Просто ждут, выжидают. Байбэк у Тинкера появился, вот так вот, два байбэка есть у нас. Ну что, Корок отправился в элит Рошана, а Рошан это уже третий, кажется. Обрати внимание, да, что сегодня, кстати, третьих Рошана практически не было. Да, но теперь Америка и Китай, они нашли друг друга, точнее Азия, идут на рекорд. Разор уже насилует Мишку. Сдяшка, подкоп, все очень классно делать. Здесь Оранжи, минус один, минус второй, сейчас будет ультанул сюда еще и Дестроер. Пока только Сирена у нас мертва, у Корока проблемы могут быть, Корок жив, за ним залетают сюда фамильяры. Корок, Корок, Корок отъезжает и просто даблкил от от товарища Икса. Да, от кого-то. Визаж. Кстати, очень классно все сделали. Вот тот самый Дарксир, который просто, да, нафармил, и он уже этих там ТС сам рубит под стенкой буквально. На парус. Что такое? Сир долго подбирал Лундруид, подобрал он такие, посмотри, бульбу зацепили. Шива по бульбе. Да, и кто кого еще зацепил на самом деле. Ну, я думаю, ой, его септор. Ну, ложат. Ложат бульбу, бульба сразу же байбэк у Лундруида, кстати. Есть байбэк, но он ему не нужен, так как он жив. Происходит на самом деле полная неразбериха. То есть, что происходит особенно с медведем, это что-то. Он уже положил транквил тапки в своего суммона, себе взял фейзы. Хотя, зачем медведю транквил тапки? А, для МС. На Медведя? Да. Ну, у него МС и так очень высокий. То есть, от того, что у него будет 500 МС или 522, разницы вообще никакой. Он все равно будет догонять всех и бить. Ну, и в итоге, Оранжи сейчас им нужно идти и вот дальше добивать. Потому что дальше, по сути, уже... Вот, уже в лейт начинают выходить там Рубики, Наги, Сирены и прочее, да, потихоньку. И там Тинкер начинает набирать 6 слотов. А у Оранжи потихонечку слоты заканчиваются. То есть, у них там их пик, их форма проходит. Кстати, вот Тинкер, вот сейчас он бегает, да, Азерл Блэк и Ул и прочее, вот он дамага так себе вносит. А вот будь он Шивый, он бы там вот за эти 3 реарма, да, он бы там все это замедлял, вот, ауру давал еще. Дамажил бы, дамажил бы Шивой тоже неплохо. Да и сам, по-моему, мог там что-то танковать, потому что сейчас, как только на него идет фокус, он вообще сразу отлетает, просто моментально. Это да, согласен абсолютно с тобой. Ну, доигрались это когда Тинкер около своего Тетари Тауэр запускает два марша и делает даггераут, чтобы не встрять. Что-то называется, доигрались. Да, это уже такая очень близкая грань. Мишка с Аэгисом. Все, вперед, ребят. В самом деле, мне кажется, это будет самая эпичная игра сегодняшнего дня или как минимум сегодняшних моих игр, потому что кто выиграет, я не знаю. До сих пор не знаю. Понимаешь, эпично, потому что они такие вещи в замесах делают, что, ну, вообще, там, непонятно, все может в один момент просто перевернуться. Причем синхронно делают то гениальные вещи, то абсолютно глупые. Да. То есть, Нага вообще бомбила сон сжать, когда там нападают на них Сенкинг, Даксир и этот, она продолжает просто дальше стоять и смотреть на это все. Но X-Mex засыпает иногда, я думаю. Единственное, ликвиды очень хорошо у них, то, что в центре барака нет. Возвращаются. У Рубика это Блэкин Бар. Да. Ну, он ему вообще ничего не дает, на самом деле. Рубик с Блэкин Баром, а что только-то, что Рубик бегает живой? Ну, можно просто какой-нибудь спелл, нормальный украсить, нормальный его реализовать. Ну, нормальный украсить, это нужно постараться, учитывая, что они бегают по пять минут и вообще не видят друг друга. То есть, это надо очень постараться, чтобы украсть хоть что-то. Пока он украл, по-моему, только Аймшелл. Ну, вообще в идеале, в идеале, да, вот Санкинг обрывается, сразу же Рубик такой, знаешь, ворует у него там эпицентр, раскладывается в БКБ и давай трусить кого-то. Ну, это из разряда американских боевиков, да? Да, есть ощущение, что Оранжи просто решили подождать еще одного Рошана. Что-то они прям вот все сели на свою плайн-карту. Ну, тут немного, шесть минут с половиной осталось. Да, совсем чуть-чуть, ты что? Да. Измором берут, знаешь, своих соперников. А знаешь, когда-нибудь, если ты будешь играть часа два или три, то рано или поздно, по-моему, у тебя там уже просто крыша поедет, и ты вот на этом выиграешь соперника. Как Варкрафт было, помнишь, там игры очень долгие? Да, когда там уже буквально после полутора часов люди уже какие-то такие очень интересные вещи начинают делать, что там, знаешь, ты думаешь, кто это вообще, это Графи играет там, да? Или Мун, что он вообще делает? Рудники заканчиваются, и люди начинают плавить. Да. Ну, теперь Оранжи активно толкают все лайны, чтобы более качественно навязать драгу, и Ликвиты возвращаются в позицию, в которой они были 30 минут назад. Они опять зажаты на своей базе. И чувство, что они просто всей командой формят байбек вообще все. Потому что байбеков нет вообще ни у кого. У Разора 65 голда до байбека, у ДСа 200. И, в общем-то, это правда. Они заняты именно этим. Так вот, отпушивает понемногу у нас X-MaiX. Завел он свои иллюзии, тайдрипнул там. Рептайднул. Дело пошло. Муша потихонечку двигается в клуб Пашката уже. Еще чуть-чуть и очень скоро. Я хочу, кстати, посмотреть его ГПМ. ГПМ его... Где-то я уже пролистал, кажется. Замес с разменами. И будет, да, там 3-3, 3-4-4. То я уверен, что они и дальше пойдут фармить следующие байбеки просто сходу. Выкупились. Так, все, снова фармим. И нормально. Такая уверенная дота. В уверенной доту ребята играют. Ну, что я тебе скажу. Стоит это должное ликвидам, которые сумели адаптироваться очень быстро под то, что придется терпеть. Которые терпят, причем довольно-таки удачно. Да, единственное, если бы их Нага хоть что-то одупляла, она бы хоть что-то собирала себе. Потому что герой-то в лейте сильный. То есть не обязательно всю игру бегать, да, вот просто пульт давать и сетку кастовать. Ну, соглашусь я с тобой, что лучше бы Рубик был без Айта, молча вам Сирена. Да, потому что Рубик, он вообще ничего не делает. Он кастует два нюка, да, и что-то там, возможно, сворует. И то, это что-то там уже 60 минут, вот. Ну, это максимум, это стенка Дарксира, которую он ворует. И то, он ее ворует, БКБ вообще никак не влияет на это. Он просто ворует, ставит и все. Рубика можно смело отправлять на базу. Ну, или класть, да, знаешь, как это, танковать просто смело отправлять. И наши товарищи просто караулят, караулят в центр. Рошана, ты был прав, 5 минут всего осталось. До Рошана, я думаю, оранжи именно в этом леску 5 минут и постоят. Ну, не 5 минут, простите, 4. Ну, вот, не знаю, затишье какое-то перед бурей. Я вот пока голду, наверное, покажу вам всем, друзья. Максимально было плюс 17 в пользу оранжа. И сейчас всего лишь плюс 7. По XP плюс 5. Такова вот история. Так. То есть один биг камбэк у нас по десяточку уже имеется. Ну, вот это биг камбэк, если ликвиды выиграют. Все, Муши продал доминатор. Купил арчит, чтобы, видимо, максимально затыкать тинкера, который уже в порядком надоел ему. Там со своими хексами и прочими бородами. И все. И теперь у нас Фурион, это просто как его кто... Ну, как, знаете, профессиональный боксер. Он просто будет месить, как мясо. И на месте ликвидов я просто бы все в него всаживал. Вот, знаешь, видишь Фуриона, и все. Ребята, бей его. Просто как славяне. Бей, бей этого. Но у него 5-секундное БКБ осталось, после этого останется по 4 секунды. И это уже совсем другая история. Да. У Виза же тем временем уже бегает с Аганимом. Ну, уже все просто все выходят в лейт. Уже скоро какой-нибудь Синкинг нафармит Сеганимый рефрешер, и будет вообще там просто один всю команду трусить. Ну, у нас 6 байбеков на карте. Я думаю, что сейчас... Да, да, скоро, скоро. Вот до следующего Рошана по-любому будет 10 байбеков. Знаешь, как этот сайл, как этот самый... Как скидки в магазинах сразу понесется. И будет драка, то есть. Вот. Все идет к этому Рошану. Абсолютно все. Причем, если Оранжа хоть что-то бегает и фармит на карте, ликвиды вообще не высовывается с базы. А че, норм, у нас Тинкер. Он фармит и пошло дело. У Тинкера уже 5500. Интересно, что он соберет губа. Я голосую за догон 5. Ну, можно было бы, на самом деле, уже продать этот несчастный соло-ринг. Хоть он дает прикольный буст, да? Что ты вот каждый боже раз, когда реармируешься, на халяву получаешь все манну, но фиг знает. Да уже, по-моему, он просто думает, че ему собрать. Потому что такая стадия игры наступила, что кэрри выбора айтема, он будет решать на то, чем он выиграет игру. И он, походу, вообще в раздумьях. А че делать, пацаны? Тут какая-нибудь шива, там догон, да все что угодно. Просто бульба собери и будь мужчиной. В замесе покажи. Там, тем временем, Дигнитос и ЛГД переиграли. Да, тут, по-моему, закончатся вообще все группы, пока эти ребята играют. Эти ребята тут могут вечно вырастить. Не, ну мы пока на 40 минут отстаем от расписания. Да, у Дестроера наконец-то, наконец-то он решил себе купить БКБ, что самое интересное. Этериал Блейд. Да, наконец-то тайминговое БКБ на 65-й минуте. Ну, 10-ти секунд, а зато сейчас он будет удивлять, это факт. И реально он, я думаю, создаст момент. Еще Этериал этот шваркнет кого-то Этериалом и положит ульту, и это будет реально больно. Да, он все это время, знаешь, так вот тактически шел в него. Понимаю, что лейпгейм против них по-любому наступит. Да, ну тоже такая стратегия. Орен же ищет. Нашли ТС. Пошла у нас драка, посмотри, опять куча БКБ стена. Первый минус, Нага Сирена мертва. Ультанул у нас обсидиан, все живы. Как же больно ТС, его просто уничтожают. Да, минус ТС, байбэк, байбэк. Санкинг влетел сюда, Корака пытаются здесь пробить. Корак. Корак, Корак пытается сюда убежать. Там проблемы у нас, кажется, у Санкинга. Санкинга, СК мертв, Корак тоже мертв. И Брафета убили. Иллюзии, вот иллюзии все убили. Рубик, по-моему, нанес ДПС больше, чем там, по-моему, Разор, Дестроер и Тинкер вместе взятые. Потому что эти иллюзии, они стояли, и они реально весь замес били. Вообще весь замес они несили там того же ТС. Его просто сбрило. Покупает себе 10-секундное БКБ Муша. Да. Нашел, что купить все-таки себе. Такая вот история. Ну и порадовал меня выбор сейчас Худа. Худ выбрал для себя, как следующий айтем Лон Друид. Не знаю. Ну, типа, ну фиг прайми. Ну, короче. Просто он решил полностью в танк уйти. А если Пайп у команды Оранж? Есть. Который был еще, так, минут 40 назад. Ну и Дагоны. Дагоны пошли, как ты и сказал, Дагон левела 5 у Бульбы. Да. Супер эпичная игра. Все, и теперь нет байбека. Все, теперь нужно прыгать и убивать. Байбека нет ни одного. Сейчас появится байбек у Рубика, но я сомневаюсь, что этот герой, который... Теперь я молюсь, что Оранжи пойдут хоть куда-то. Потому что если вы будете ждать, ребята, я пойду, наверное, сичайку налью, да. Бутербродов сделаю. Да, это, это, как говорится, Эрик. Да, потому что Медведь уже скоро будет паковать Медведя своего. У него уже все. У него почти 6 лотов себе, да, там. Ну, не считая, что-нибудь так себе, среднего качества. Но скоро уже все поет в Мишку. Уже будет какой-нибудь Лондруид там, знаешь, с двумя башерами. И он уже просто будет этого Тинкера из башени упускать. Оранжи все-таки потихонечку двигаются. Да, потихонечку крадутся к базе. Сильные, конечно, игры у нас получаются. Посмотри. Сирена, наконец-то, удала слип. Ну, там всем в БКБ, всем абсолютно пофигу. Стена одна, стена вторая. Опять Хмайка фокусит. Опять Хмайк отъезжает первым. Но драка не закончена. Нет, Хмайк жив. Его не убили. Убил бы проблемы. Как офигенно подаршит. Решает все вопросы Муши. Быстро перевожусь и смотрит на Хмайк. Хмайк все же мертв. Появляется у нас Ку-Ку. Сейчас будут его тоже здесь пробревать. Куча минусов. Просто минус 3 у Ликвид. Минус 1 у Оранжи. И СК здесь прячется. Крест-накрест еще стены стоят. Капец. Да, в общем, очень все качественно сделал Даксир, который просто танковал весь замес. Потом выпил сыр. Ну, и в итоге выжил. Потому что почти весь замес, то, что делали Ликвиды, они его фокусили всей командой. Флафт попал. И это партия. Очередная. Ну, игра еще не окончена. Но я думаю, что проиграют ее Ликвиды. И это будет очередная ничья для Ликвиды. Ну, уже мягко говоря, они ее уже все добивают. Я уверен, что уж тут Оранжи точно никуда не убегут на базу. И будут добивать. Ну, куда тут уже бежать? Следующего Рошан ждать? Это не солидно. В итоге команде Ликвиды просто не хватает демеджа, чтобы убить вот всех этих толстяков. Лондроида с 3-мя КХП керасы, да? Там из 40 армора. Дарк Сирос с 40 армора и тоже там 2-мя КХП. И Фурион, который в БКБ там бьет. Ну, тоже, по сути, просто нечем никого убить. Наши Оранжи просто довели игру до той кондиции, что они врываются на них и рэплитом есть. Да. Ну, причем, чтобы вы все понимали, вы можете посмотреть на базу Оранж и осознать, насколько близки были Ликвиды к победе в этом матче еще минут 15 назад, но им не хватило там буквально каких-то 10 процентов. Бараку снизу не хватало одной пички, чтобы его убить. А теперь он, наверное, фулловый, да? Да. Ну все, это партия. Вот выходит Дестроер, но как же мало он бьет, да? Его Фурион, ему бьет, наверное, в ответ насовывает 2 раза больше. Только не говорите мне, что сейчас с Оранж убегут. Пожалуйста. Тут советуют уже в Твиттере, типа, репорт их, нельзя так мучить людей. Да. Не, на самом деле игра зрелищная, но если бы фрагов было в 2 раза больше. Да, если бы они хоть как-то поактивнее действовали, потому что сейчас неужели Ликвиды будут дефиться и верить в свою победу. Ребята, успокойтесь, все, хватит. Вас еще впереди игры. Вам спать еще надо, если что. Потому что Бульба, видимо, серьезно настроился. Сейчас прикупится еще 6-м артом Шива и будет просто мега-крипов дефить. Во всю. ТС, кстати, вот всего Алибарда и АХЗ в итоге, что он с этой Алибарды делает. Он там, может быть, в кого-то и кидает дизейбл, но это явно не Фурион, потому что Фурион в каждом замесе просто стоит и нарезает там, знаешь, как сладкие булочки. Одного, второго, третьего и ТС, по сути, даже ничего ему толком не делает. Да и Медведя особо некуда дизейбли, да, потому что у Медведя дамага, по сути, нет. Он просто как дизейбл выступает. Мне нравится мне этот путь, который пошел Разор. Если бы он мог спрогнозировать столь глубокий лейт, то я думаю, можно было бы перестать собирать Алибарды и Аганимы вплоть до того, что собрать, уже не знаю, Манту, Баттерфляй и Сатаник какой-нибудь, и какой-нибудь Дейдалус. Да, легли тут в последнюю атаку, нападают. Непонятно, Санкинг там с дискотекой, они вот потрусил. Просто Фурион убивает ТС в соло за пять ударов и просто думал дальше еще убивать, но БКБ закончилось. И тут урывается Дальксир. Да, две стены опять у нас имеется, Бульба тут что-то бегает в Астрале. Да, и Бульба, я думаю, точнее Корок, они думают, кого же бить, кого же бить, там столько мяса бегает. Да ладно. И Дальксир просто с руки уже месит. В серпе. Куча опять-таки байбеков. Вот это валидол. Да. Еще один байбек. Ого. Просто уже карри Дальксир. Дальксир уже может смело покрывать какие-то криты, потому что в каждой драке он просто бегает и бьет с руки. Реально. Он убивает половину. Ой, и Муши решил выкупиться, так знаешь, вовремя. Ой, посмотри, к Смайке крипы как грызут. Сидел такой в таверне, сидел, 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 ждал, ждал, ждал. А дай-ка я выкуплюсь под конец, когда всех убили. Самое обидное, 185 голды для байбека не хватает Девауэреру. Да, ну все, давай бульба, твой выход. Запускай. БКБ, БКБ, Флаффенстав не пробежал больше 30 метров в этом БКБ, отъехал он просто на ура. Иксмайк там живет каким-то непонятным чудом, сейчас байбек возможно появится у Девауэрера, но нет. Слава богу, крипы хотя бы умеют в дотку играть, да? Да, хотя бы, хотя бы крипы умеют здесь играть в дотку. Не, на самом деле, ребят, игра офигенная, но фрагов нет. Не хватает. Да, экшен нужен, причем адекватный, чтобы там фокусили кого-то, били, бегали, а то за место, если это просто все бьют всех, поставили стенку и все, значит, через атаку, по-моему, посылают пацанов, потому что там хэнка выберешь в итоге. Ну что, ребят, вот так вот четвертая серия, восьмая игра закончилась. Ну, сейчас ДК против МЮС, у меня будет на стриме, а после этого будет Оранж против ВП. И что я скажу? Скажу, что небольшая пауза, я к вам вернусь. Дима захочет присоединиться, захочет не присоединиться. В общем, поглядим. Тебе еще раз спасибо и до связи. Да. До встречи.